Я очень хотел, чтобы я внимательно слушал, чтобы ты подошел на почту, Дух Святой. Лайд ты ухлопал на сердце. Валерий. Сегодня великый день. Дух Святой, что готовы? Я наблюдал некоторые вещи в истории церкви. Есть такие периоды, когда мы воюем, когда мы работаем, и потом знаете, как в конце каждой недели, в любом доме есть банный день. Скажи, банный день. Я не знаю, как у тебя, но у нас тоже есть банный день. Когда мы в баню идем, кто из вас в баню ходит? Это по писанию. Аллилуйя. И вы знаете, в бане там вся грязь выходит. И Господь так желает, чтобы мы были чистыми. Действительно после бани дышат все тело. Чистота. Благословение. И есть духовная баня. Это называется освящение. Когда Господь чистит нас. Когда Господь чистит нас. Когда Дух святой свяниками. Парит нас. И ты выходишь из собрания. И ты выходишь из собрания. В положительном смысле слова. Аминь. Это лучше, чем выходить. Выходить действительно раскрасневшись. Признак здоровья. Аминь. Бледность – это признак смертности. А румянец – это признак жизни. Аминь. Посмотри, какие румяные соседи. После тебя. Скажи, аллилуйя. Банный день. И у нас в жизни действительно в церкви есть периоды, когда мы воюем за христианское правительство. Когда мы изгоняем беса. Когда мы учим о финансовой свободе. И потом как-то время от времени Господь очень сильно посылает эти волны освящения. И вы помните, у нас были такие глубокие служения, где мы лежали на полу. Проверяли свою внутренность. Раскаивались и говорили, Бог, прости. Бог, измени. Бог, очисти. Бог, исправь. Мы хотим быть чистыми. Мы хотим быть святыми. Мы хотим быть праведными. Аминь. И Бог очищает. Выскрибает. Из нашего сознания. Из нашего сердца. Всякий налет. Всякую скверну. Происходит профилактика. Очищение. И потом после бани. Так хорошо. Снова воевать. Снова работать. Снова евангелировать. Аминь. Вы знаете, это так важно. И вот я ощущаю, что вот в последнее время, вот буквально вот с последней недели. Господь посылает вот опять это банное помазание. Ну, чтобы как-то пропарить нас. И почистить нас немножко. Он истинно. Аминь. И действительно как-то вот о грехе. Господь в последнее время много говорит о грехе. И я продолжу ту тему, которая начала воскресенье. О том, что покаяние должно иметь достойный плод. И как вера без дел мертва. Как и покаяние без достойного плода. Оно мертвое. Покаяние без обращения. Имеет нулевой вариант. И оно ничего не меняет. Аминь. И я хочу сегодня несколько углубить эти вопросы. Что такое достойный плод покаяния? Что такое обращение? Повторюсь лишь в том, Что покаяние не есть только исповедание. Покаяние может освободить тебя от вины за заделанные конкретные поступки. Но для того, чтобы победить сам грех. Внутри тебя. Ты должен применять огромные усилия. Аминь. Которые ты имеешь. Многие христиане отказываются применять усилия. И говорят. Я ничего не могу сделать. Искушение подходит. Грех. Такую иметь власть. И доброе, которое я хочу. Я не могу делать. И то, чего я не хочу. Я делаю. И вроде как бы оправдывая себя. Кроме, если же я делаю. То, чего я не хочу. То уже не я это делаю. Но живущий во мне грех. То есть мы нашли точку опоры. Для того, чтобы зафиксировать себе грех. Но понимаешь ли ты. Что мы не имеем права. Всю жизнь. Констатировать. Живущий во мне грех. Горе твоему христианству. Если ты дожил до бороды. И все читаешь седьмую главу. Римлянам. Живущий во мне грех. На пенсии все еще пенсионерский грех. Я однажды посещал одну даму. Ей уже где-то 80 с лишним лет было. Она одной ногой уже в могиле была. И когда мы с ней беседовали. Я говорю, как дела? Как у вас состояние сердца? Ты знаешь, мучают меня искушения. Вау, какие вас еще? Вы знаете, нам кажется, что молодые только это с копища искушений. Это вообще сгустки всякого проклятия там соблазнов. Его такое дело. А бабуля уже на ладан дышит. А я все еще мучаю искушения. Бабушки, вы здесь? И дедушки. Вы понимаете? Так же, как любви все возрасты покорны, так и греху все возрасты покорны. Аминь. Казалось бы бабуля. Тебе-то чего это самое? А ей-то хочется. Она говорит, ты знаешь сыночек. Завидую. Кому? Что? Вот, сестра Дуси. Маса Дуси. Вы знаете, на их уровне тоже есть проблемы? Вы знаете, на их уровне тоже есть проблемы? Простить не могу. Она меня тогда не пригласила. Она меня не улыстся. Она уже не улыстся. Она уже не улыстся. А как ты вообще собираешься? Да вот как-нибудь. Ну, как-как. Ну, ты молись сыночка за меня. Ну, дедушки, он улыстся по мне. Живущий во мне грех. Значит, мы не поняли голгофская жертва. Значит, мы не поняли, что такое Иисус Христос воскрес. Аминь. Это значит, мы не поняли христианство. Если апостол Павел однажды обнаружил живущий в нем грех, то он обнаружил его только для того, чтобы потом наступить на него и сказать уже не я живу, а живет во мне Христос. Если Христос вас, то тело мертво для греха. А если все еще грех живет и царствует в смертном теле твоем, значит, Иисус стоит у двери сердца и стучит. Открой. Двери закрытые поздней порой. Кто-то стучит. Кто-то стучит. Знаете, есть люди, в двери которых грех стучит. Вот Каин. Понимаете, вот есть люди, в двери которых грех стучит. И Господь говорит, это грех стучит. Не открывай. Есть такие христиане. Это в лучшем смысле слова. Это лучшие представители христианства. Аллилуйя. Потому что Христос в нем, а грех вне его. Есть другие христиане. Когда грех в нем, а Христос стучит. Откройте. Отверите. Отверите. И кто услышит голос мой? Я войду. Понимаете, они двум не могут. Кто-то один. Амин. Если Христос в тебе, тело мертвы для греха. Если грех в тебе, Христос мертвы для тебя. Аминь. Как-то они неуживаются. Как-то они неуживаются. Как-то они неуживаются. Как-то. Иисус, ты вот в этой комнате. Только не выглядывай. Там Библию читаешь. Библию. Молись, размишляй. Лудз, паардома. О горнем. Пар то, что с окшами. Вентиляцию могу включить. Вентиляцию могу включить. Вентиляцию могу включить. А вот грех вот здесь. И общий коридор. У нас так хотят их расцелить. У нас так хотят их расцелить. Но они выходят. Но они выходят. Аминь. Как-то они получаются коммунальные. Как-то не получается коммунальные. Общая кухня. Как-то там не выходят. Несанак табли. Иисус говорит что. Со всеми потрохами. А теми не голову до подошвения геи. Тебляешься мою собственную. И в телах, и в душах. И дух, и душу, и тела. Претендую на все. Стоит грех. Стоит грех. Да. Ты рожден по плоти. Ты грехах родился. Какая там свобода. Какое освещение. Какое освещение. Все грехи. Так что давай. На мою сторону. И ты стоишь и слушаешь. Плоть желает противного духа. Ты желает противного плоти. Что делать? Противоречия существует серьезно. Итак, мы прошлый раз говорили. Что реальное покаяние. Плот покаяния. Ликвидирует власть греха. Давайте пойдем сегодня несколько глубже. Сегодня мы будем читать многое слово Божье. Так что приготовь ручку. Приготовь конспекту. Будет очень много формул. Очень много будет определений. Итак, давайте несколько римлянам почитаем. 6 глава. И начнем с 8. Если же мы умерли со Христом. То веруем, что и жить будем с Ним. Аминь. Мы должны не только умирать с Ним. Но мы должны жить с Ним. Зная, что Христос воскресший из мертвых. Христос воскресший из мертвых. Скажи, Христос воскресший из мертвых. Уже не умирает. Смерть уже над Ним не имеет власти. Ибо что Он умер. То умер однажды для греха. А что живет. То живет для Бога. Аминь. Так и вы почитайте себе мертвыми для греха. Живыми же для Бога. Во Христе Иисусе. Господи нашим. И так да не царствует грех. В смертном теле вашем. Чтобы вам повиноваться ему в пахотях его. И не придавайте членов. Ваших грехов. Воруде неправды. Но представьте себя Богу. Как оживших из мертвых. Члены ваших Бога воруде праведности. Грех да не царствует в смертном теле вашем. Грех имеет способность. Царственную способность. Владительствовать. И подчинять свои власти. Все естество человека. Аминь. Аминь. Сравнение это не для красного словца. Грех царствует. Пойми такую вещь, что Господь царствует. И грех имеет притязание на тот же престол и на тот же трон. Который по праву занимает Иисус Христос. Аминь. Есть люди, в жизни которых царствует Господь. И ты видишь, что Господь царствует. В его мышлении. В его исповедании. В его жизни. В его служении. В его служении. Видишь, что Иисус есть царь. Иисус Господь. Некогда видишь людей. И по выражению лица. Видно, что грех царствует Каин Кто царствует твоей жизни Если царствует Господь Твою лицо светло Она поднимается вверх Она сияет Как у Моисея Когда он сходят с горой Все видят, кто царствует твоей жизни Моисеи, мы знаем, кто царствует твоей жизни Кроме Иисуса, кроме Господа Кроме Саваова У тебя никого нет Но есть люди, на которых Каина зимокс Грех царствует Аминь Жизнь об этом свидетельствует Поступки свидетельствует И так выбери царя Извелись царя Или Господь Или грех Аминь И давайте прочитаем еще 8 глава Взятого А если Христос вас То тело мертвы для греха Но дух жив для праведности Грех и праведность Грех и праведность Грех это образ жизни И праведность образ жизни Грех это форма служения Грех и праведность И праведность тоже форма служения Аминь И человек И человек Хочет он или не хочет Он является служителем Грех и праведности Ты поклоняешься дьяволу Аминь Если ты Не имеешь участие в трапезе Господней Ты обязательно будешь иметь трапезу бесовскую Аминь Если ты служишь греху То ты являешься служителем греха Аминь И посмотрите здесь Альтернатива Если же дух того Кто воскресил из мертвых Иисуса Живет вас То воскресивший Христа из мертвых А живет и ваши смертные тела Духом своим Живущим вас И я хочу Сегодня принести тебе добрую новость Тебе Который столько времени Уже борешься со своим искушением Борешься со своим грехом И тот Кого сегодня дьявол почти убедил Что грешное состояние Твоя судьба И почти подавляющее большинство Христиан Это скрытые грешники Которые говорят одно А делают другое Я хочу разочаровать тебя в этом И сказать, что у тебя есть шанс У тебя есть Дух Святой У тебя есть сила воскресения Которая способна оживить Твое смертное тело Которое войдет Слава воскрешившего Иисуса Христа И ты уже не будешь грешить Аминь Однажды в нашей жизни Исполнится это место Рожденный от Бога Перестанет грешить Халлилуйя Я верю Слову Божьему Я верю в эти места Я знаю Что эта империя Она разрушается С каждым днем Больше и больше Ты мне скажешь Твоих эмоций Твоих чувствах Твоих поступках Аминь Аминь Дай этому идеальному человеку Проявить свои чувствования Парадить Свою характер Свою дух В тебе Для этого у тебя есть все Аминь Аминь Греха Довольно Кто тут временные Слазь Я не позволю греху царствовать Я не являюсь царством греха Я не являюсь территорией царства греха Я являюсь территорией царства божьего Я помню Когда моя младшая дочь Был период Когда она была задача над ним Только вопросом Кто идет на небо А кто не идет на небо Она постоянно меня Задавала меня Бомбардировала меня Этими вопросами А воображули Тут на небо А тот кто обманывает Идет на небо Не мешало бы нам Почаще задавать эти вопросы Аминь Это далеко не детские вопросы Аминь Потому что не всякий Говорящий Господи, Господи Но тот кто исполняет Волю отца небесного Войдет на небеса Аминь Кто царствует В нашем теле Я знаю что Два и власти неизбежны Но этот период Он промежуточный И времен У тебя есть шанс Сила воскресенья Аллилуйя Она на твоей стороне И так братья Мы не должники Плоти Чтобы жить по плоти Каллилуйя Скажи, я не должник Я не должен своей плоти Она должна быть распита Со всеми страстями И со всеми И так же Я буду соединен с Христом Подоблем смерти А потом я буду соединен с ним Подоблем воскресенья У меня есть шанс Умереть И воскресенья Аллилуйя Аминь Ибо если живете по плоти То умрете А если духом умиршляете Дела плотские То живы будете И так Грех и вера Грех и вера Грех и вера Это два полюса Ше две поли Между которыми Ориентируется все человечество Хочешь ты этого Или не хочешь Есть люди Которые ближе К этому полюсу Есть люди Которые ближе К тому полюсу И так И Бог И дьявол Он пытается И Бог И дьявол Имеет огромное желание Выразить себя На этой земле Аминь Чтобы из невидимого Произошло видимо Аминь Духовные законы Они выявляют Духовный мир Аминь И физическая вселенная Есть отражение Невидимой вселенной Аминь И так Бог Дьявс Выражает себя На этой земле Через веру Есть единственный канал Есть единственное средство Посредством которому Бог Дьявс Выражает себя И являет себя миру Посредством веры Аминь Там, где Присутствует вера Там присутствует Реальный шанс Богу Показать И Манефестировать Свою власть Свою силу Свою могущество Спасение И так далее Аминь Аминь Дьявол Он ищет так же Каналы К тому, чтобы выразить себя Аминь И на сегодняшний день Идет жесточная война Кто больше себя проявит Как же дьявол проявляет себя Дьявол проявляет себя Через греха Дьявол выражает себя Через греха Там, где есть греха Там есть открытый канал Для самовыражения Дьявола Аминь Человек Если он Отдает Свои члены Воруде Неправедности Неправедности Грех Это Синонимы Это одно и то же Аминь Если человек Служит То есть Орудие Члены свои Представляют Воруде Неправды То через грешника Через преступника Дьявол Сатанс Выражает себя И являет себя миром Аминь Аминь Великая благочестия Тайна Дьявол Явился во плоти Через человека Греха Аминь Аминь Син беззакония Аминь Аминь И сегодня мы с вами Ставим перед выбором Каждый из нас Каждый из нас Имеет потенциальный шанс Стать средством Выражения Или ты позволишь Богу Выразить Через твою жизнь Его волю Его портрет Его чувствование Либо Тебе Воспользуется Другой Бог И он через твой грех И через твою беззаконию Будет manifestировать Другое царство Аминь Если мы Члены свои Разум свое сердце Отдаем в служение Праведности Которая суть вера Через нас Изображается Христос Аминь И чем больше На этой земле Праведникам Сынов правды Сынов царствия Валстейбас дэл Чем больше Побеждает Бога Чем больше Сыновей беззакония Чем больше Побеждает Дела Чем больше Побеждает Бога Это не магическое Сражение Это очень рациональная вещь Чем больше праведников Тем сильнее Бог Аминь Чем больше грешников Тем сильнее Дела И смысл пробуждения Чтобы нас стало больше Ты скажешь Ну это совершенно уже грубо Это прямо Аминь Бог и дьявол Выражают себя Причем Самовыражение Пашисте Служение И вера И грех И грех Имеют Аналогичную структуру Служение Тем более аналогичную Структуру Хочешь ты или не хочешь Но И вера И грех Это служение Служение Всегда предполагает Ритуалы Когда мы говорим о служении Служение имеет ритуалы То есть определенную форму Аминь Причем ритуалы в духовном мире Играет чрезвычайно Важные значения Аминь Для тебя это кажется Нелепа Для тебя это кажется Незначительной Но в глазах Духовного мира Каждый ритуал Имеет чрезвычайно Аминь И цвет кош И размера жертвенника И семи цветник И позвонки И камни И вхождение И вхождение Священников с кинью И вхождение И козелопущение И там чашка Где мывались руки Все Что относилось к ритуалу Играло в духовном мире Черезвычайно важное значение И так И вера И грех И грех Как два Alternативных служения Имеет Сэснови ритуалу Аминь А чем идут речь Парко Иет рун Давайте откроем Бития 12-8 Пирмама Мозус 12-8 Мы читаем об Аврааме Бития 12-8 А каком же ритуале Мы Говорим Паркаду ритуалу Говорим о вере И так Мы читаем об Аврааме 7-8 И явился господь Аврааму И сказав По томству твоему Адаме землю сию И создав он там Жертвини господу Котори явился ему А туда длинулся он Гаре на востоке От вифили И поставил шатер Свои так Что от него вифили Бил на запад Отгай на востоке И создав там Жертвини господа И призвал имя господа И поднялся Аврааму И поднялся Абрамс дева ста лаку Денведем Погреец вербу Служение Богу Паверил Аврааму Богу И это вменилась ему В праведность И когда Авраам Ходил по этой земле Которую Бог ему указал Вера это служение Амен Служение предполагает ритуал Авраам не только ходил И думал Что это моя земля Это моя земля Служение предполагает Определенный ритуал Который выражался в том Что Авраам Создавал жертвини Он строил алтари Он создавал алтари И призвал имя господа Аминь То есть Мы с вами сейчас подходим К первому постулату веры В основном любого служения Есть естественная платформа Для сверхъестественного влияния Духовного мира Аминь Поймите Что служение Калпошена Сводится в конечном счете К взаимодействию Естественного физического мира Со сверхъестественного Аминь И для того чтобы сверхъестественного Могла торгаться в нашу жизнь Необходимо создать естественную платформу И именно ритуал служения Является созданием Естественной платформы Чтобы Бог подтвердил Что Он принимает это служение Аминь Так же как вере Служение имеет естественную платформу Так же и в случае беззакония Или в случае греха Вы знаете, что любой грешник Который служит дьяволу Он так же Выполняет первую постулату Аминь Вы знаете, что любой грех Он имеет естественную платформу Праведники строят свои жертвы На которых они призывают Бога И Бог являет на этом жертвы Девы ущи алтару парад Доказательства Пирадий То есть Бог принимает это До чего строятся жертвы Капец не келтся алтару Чтобы на этом жертвы Лайк ущи алтару Возложить жертвы Кому Кому ты служишь Кам ты калпо Аминь То есть это и есть ритуал Я отдаю жертву И Бог считается Для него это святыня В левитах в числах записано Построй жертвы Ибо это святыня Аминь И Бог смотрит на этот жертвы И он жертву принимает Только с жертвы Аминь Вы понимаете Если нет жертвы Бог не принимает Никакой жертвы У Бога есть духовный этикет Есть духовные законы Которые он никогда не нарушит Аминь Греха Он строит свой жертвы Это жертвыники Вала Астарти Артемиды Это множество языческих жертвы На котором приносится Жертвы Бесам Аминь Аминь И здесь И здесь Служение Калпошение И тоже связано с ритуалом И ритуалом Повторяю Грех Имеет так же Естественную платформу И когда человек Создает естественную платформу Грех Рад грехам Дебеску платформу То строит Алтари То Ранели Позна Агревая Вели Придет сверхъестественное Влияние Демонического мира Демонического мира И служение Состоится Аминь И служение Состоится А чем я говорю Что является естественная платформа Вы понимаете Молиться Это тоже ритуал Когда ты просто говоришь Господь Я люблю тебя Молитва Это ритуал Молитва Это может быть жертвенник Это естественная платформа И когда ты просто говоришь Естественно Мне нужна то Другое На основании естественного Если ты будешь просить Он ответит Аминь Придет сверхъестественное Бог Будет смотреть на жертвене Девят тисе Уз альтари Аминь Если есть жертвене Если есть естественная Платформа То огонь с неба Придет Если там будет жертва Он ее пажрет Аминь Читать Библию Это ритуал Хотите вы этого Или не хотите Изследовать слово Петит Деву вару Изследовать слово Ты открываешь Библию Петит Деву вару Ты естественно читаешь У ты то дабишь класи И когда ты естественно Читаешь У когда ты то дабишь класи Приходит сверхъестественное Откровение от Бога Аминь Точно так же Как грешники Как грешники Которые открывают Свои оккультные Библии Куда они читают Кастанеду Куда они читают Блаватску Куда они читают Рериха К ним приходит Сверхъестественное Озарение К ним приходит Сверхъестественное Откровение И они начинают Ищущать Полноту Служение Аминь Ритуал Является основанием Служения Что является Целью служения Целью служения Мерц Калпош Является удовлетворение Скажи удовлетворение Понимаете Это очень важный фактор Удовлетворение Является стимулом Это стимулирующий фактор Важните Что если бы мы В результате служения Не получали удовлетворение Мы уже давным бы давно Прекратили служение Господь говорит Кунгс Пустите ко мне И впустите Как благ Господь Аминь И так что такое вера Это служение Богу В основе служения Удовлетворение Ритуал Ритуал Во время ритуала Ритуал Происходит Соединение Естественного Сверхестественного И момента Дух Святой Совокупляется С нашим духом Удовлетворение Аминь Ты сегодня Кто сегодня Вообще В чем-то удовлетворился Калкамай Рафмир И так Хотя в начале Не было удовлетворения Ведь мы Уже заранее Загадя Знаем Это не есть Какой-то элемент Корысти Что я скажу Богу Чтобы получить удовлетворение Бог так устроил нас Чтоб мы искали удовлетворение Мы искали удовлетворение У правильных водоемов У правильных источников В Боге Только в Боге Успокаивайся, душа моя Успокоение Разве это не удовлетворение? Усцеление Разве это не удовлетворение? Помазание, которое сходит на тебе И ты такой хорошенький Разве это не удовлетворение? Аллелуйя Аминь И когда Господь Во время служения Позволяет тебе Из естественной области Войти в сверхъестественную область Помазание И вкусить Любовь Радость Освобождение Огонь Божий Ты получаешь удовлетворение Именно этот элемент Служение И является решающим Аминь Служение имеет вкус Служение Богу Имеет вкус Имеет запах Имеет красоту Аминь Грех Он тоже имеет Вкус Вы понимаете, почему люди служат греху? Потому что в результате Служение неправ Единственное Имея основанием служения Тот же ритуал Имея тоже Взаимодействие естественно Со сверхъестественным В результате греха Человек тоже Получает удовлетворение Аминь Аминь Вы понимаете? Грех тоже имеет вкус Приятный вкус Манящий вкус Аминь Если бы грех был как отруби Давно бы уже перестали грешить Аминь Но там есть своя прелесть Там есть своя искушение Там есть сузапа Там есть своя красота Там есть своя логика Аминь Я не говорю сегодня О том, насколько Действует Этот грех На добрый, на малый Но каждый грешник знает Что он получает удовольствие Аминь И так мы видим, что И вера И грех Имеют аналогичные структуры Аналогичные устройства Аналогичные цели Аналогичные цели Аминь Иисус так говорит Мир мой даю вам Не так, как мир дает Понимаете? Мир тоже дает И Иисус тоже дает Иисус дает радость И мир дает радость Аминь По качеству не будем сейчас Анализировать Но мир тоже дает Аминь Иисус дает И почему сегодня люди грешат Потому что они вкусили Именно радость, прелесть Или Этот грех Шо грех Смысл веры Смысл служения Богу Заключается в том Чтобы освободиться от Религиозности Что такое религиозность? Религиозность это Извращенное служение В результате которого Одни ритуалы Без наслаждения Ир без апмирнавим Абсолютно То, что называется Ну, извращение Любой форме Аминь Религия лишает Человека удовольствия Потому что удовольствие Либо во грехе Либо в вере Но в религии Нет никакого удовольствия Это извращение Аминь Поэтому религиозные люди Это такой лагерь людей Это такая тюрьма Из которой люди Паясь вырваться Оказываются Либо В лагере верующих людей Которые с голодухи Начинают Кушать как блага Господь Радоваться И говорить О, халер длюми Каждый день чудо Каждый день какая-то радость Либо Промахнувшись Мы не обнаружив Церкви поблизости Где находятся много-много верующих людей Они бросаются грешить И я абсолютно уверен И я абсолютно уверен И я абсолютно знаком От меня Нет, он нас так удовлетворит Что на все остальное нам наплевать Аминь И после хорошего вина Духа святого Промахнувшись Мы уже не хотим продешевить Настоящие божественные стандарты Но дешевые мимолетные удовольствия Этого мира Аминь Люди занимаются Эти дешевки Потому что они в жизни Никогда не вкушали Ничего настоящего Аминь И достаточно тебе взять Какого-нибудь грешника И сказать Иди сюда Попробуй Памеи Почувствуй разницу И кто почувствует разницу Он больше не будет смолуживать Аминь Деволу держит Тем, что потребности Его служители удовлетворены Иисус удержит Тем, что потребности своих Он удовлетворил Аминь И так Но Удовлетворение Оно приходит При организованном служении Повторяем Берегись Религиозность Что такое Религиозность служения Оно может возникнуть Везде В твоей и моей жизни Религиозность служения Это тогда Когда естественная Религиозность Тотформа Не взаимодействуется Сверхъестественная Аминь Это когда естественная Остается естественной Это когда на нашу жизнь Ничего сверхъестественного Не влияет Вы знаете, что Религиозных людей Хватает не только В христианских церквах Но и среди экстрасенсов Колдунов И прочих Астрологов Аминь Вы знаете, сколько сегодня Религиозных астрологов Которые прикидываются У них ни здесь, ни здесь Ничего нету Они прикидываются Они не взаимодействуют С духовным миром Но среди них есть Матерые Помазанные Колдуны Аминь Которые имеют Определенную связь Они не играют Они реально служат Богу Своему Богу И них служение Организованное Аминь Они строят естественное Для того, чтобы взять Сверхъестественное Аминь Так и сейчас, друзья Если ты поешь песню И чувствую, что твоя песня Как естественная платформа Она не взаимодействует Сверхъестественной Выбрас, пожалуйста И найти те точки Апори Которые Найти тот ритуал Который воистину Смог бы Открыть небо Посмотри Аврам строил Такие жертвенники Возле которых Он мог беседовать С Богом И Бог ему говорил На его родном языке Аминь Если ты сегодня Строишь жертвен Вокруг которых Пуст Низгии И только мертвые С косами стоят Не строю такие жертвенники Разруши И найти живые Аминь Саламон Принес тысячу Сизажин Отнес живого жертвенника Аминь Аминь Мы должны строить Такие жертвенники Там все Превращается В религиозную трясину В религиозную болоту Там смерть Аминь Аминь Вы чувствуете этот запах Без духовность Бездуховность Можи ограничено Можи ограничено Мои ритуалы еще Только начинается Можи ритуалы Без 19 Без 29 Без 29 Ну мы давайте Хотя бы эти два вопроса Рассмотрим Что и вера И грех И грех Это служение Клопошан Которое высвобождает Сверхъестественную силу Аминь И так Через служение веры Бог выражает себя Через служение греха Дел выражает себя Аминь И в этом плане Мы с вами В праве выбрать Либо нам стать Служителем Праведности И члены свои Придать в орудие Правды Чтобы Бог явился В аплоте Либо Греша И делая беззакония Мы позволим Нам стать Проводником Дьявола Это в твоей И в моей Компетенции Аминь Я бы хотел выбрать Первое Я бы хотел Чтобы Бог Ился в моей плоте В моей глазах В моей семье В моем служении Чтобы Действительно Каждый шаг Он был сверхъестественным Праведник вера Жив боди Чтобы действительно Создавая естественную Platform Строя жертвенники Я бы мог возле этих Жертвенников Действительно Убедиться Что Бог видит меня Бог принимает мою жертву И мы вместе с ним И мы имеем благословение Абрахама Аминь Давайте здесь Наверное Округлим Потому что у меня Дальше идет Очень большой Прострел Нет Давайте все-таки Пройдем дальше Третья царство 18 глава Третья царство 18 глава Это закрепим Этой иллюстрацией Чтобы не выветрилось Третья царство 18 30 И здесь мы читаем так Прочитаем полностью С 20 И послал Ахав Ко всем сынам Израилева И собрал всех пророков На гору Кормил И подошел Илья Ко всему народу И сказал Долго ли вам Хромать на оба колена Если Господь есть Бог То последуйте Ему Если Ваал То Ему последуйте И не отвечал народ Ему ни слова Действительно вы знаете Перед нами стоит выбор Кому нам следовать Кому подчинить свою волю И вообще Чим слугой Чим рабом стать Аминь Или вера Или грех И сказал Илья народу Я один остался Пророк Господень А пророка Вааловых 450 человек Пусть дадут нам Двух тельцов И пусть они выберут себе Одного тельца И растекут его Положат на дрова О чем говорит Илья Он говорит Ритуал Служение Давайте сейчас проверим Проверим действенность И результативность Служения Давайте проверим сейчас Как работает служение Греха И как работает служение В последнее время Мы должны сделать акцент И действительно продемонстрировать Всему миру Что служение веры Это будущее Латвии Это будущее нашей страны Это будущее нашей земли Аминь Дух Ильи Он присутствует И положит на дрова Но огня пусть не подкладывают А я приготовлю другого тельца Положено на дрова Огня не подложу И призовите вы имя Господа Бога вашего А я призову имя Господа Бога моего И тот Бог Который даст ответ Посредством огня Есть Бог И отвечал весь народ И сказал Хорошо Вы посмотрите Действительно приходит Такое время Когда служители Вала Когда служители Кришнаиты Когда буддисты Когда различного рода Идолопоклонники Они будут пытаться Демонстрировать Или создавать Естественную платформу Для самовыражения Их Бога Амин Приходит время Когда христиане Должны создать Естественную платформу Для того Чтобы Бог Нашего Господа Иисуса Христа Имел возможность Выразить себя Через церковь Через свой народ Через свое наследие Последнего времени Халюя Амин Действительно это серьезно Действительно это серьезно И обрати внимание Он говорит Вот вы призовете Своего Бога А я призову Своего Бога Где призывается Имя Господа Ты говоришь На всяком месте Где двое или трое На всяком месте Где есть жертвенник Там будет призываться Имя Господня И Бог будет отвечать Только там Где будет создана Естественная платформа Для сверхъестественного чуда Аминь Аминь И вот они Установку дали И они делают Свою платформу И здесь Илья делает Свою платформу А ты делай свою А я буду делать Свою Сегодня это время Аминь Просто за компанию Тысячи, тысячи, тысячи И поэтому Господи говорит Вы начинаете Вас много Халлию Ты говоришь Ну когда же нам На телевидении Ну когда же нам Типографии Наше время Проделать Аминь Бог даст Возможность Им выстрелить Свою пороху И когда Действительно Они обнаружат Полную банкротту У там Господь скажет Теперь вашу время И очень спокойно Без всяких головных болей Божьяет Великую славу Через служение нового завета Церкви нового поколения Драудзая, яуная пауза Аминь И это, и джири не вишни И взяли они И говорит, и призавите имя Бога вашего Но где они подкладываются И вы знаете, сегодня все призавают имя своего Бога Аминь Сегодня каждый молит за своему Богу И мы молим за своему Богу Хауэлюши Посмотрите, сегодня не молящихся, нет Сегодня не служащих, нет Сегодня все служат Кто-то мамони Кто-то греху Кто-то насилию Кто-то религиозным бесам Кто-то восточным бесам А кто-то Богу всей земли Аминь Хауэлюши Пойми такую вещь Главное не опоздать И взяли они тельца Который дан был им И приготовили И призывали имя Вала от утра до полудня Ритуал Необходимо реставрировать Аминь Без ритуала служение не состоится Есть благословенные ритуалы Аминь Услышь нас Представляете, у них жертвенник Они кричат Вау, услышь нас Вау, услышь нас Вчера слышал Позавчера слышал Год назад слышал Тысячу лет назад слышал Но сегодня 90-е 90-е Купрямо молчить Клусе Иеспитые Клусе Молчить Клусе Ничего не слышно Некого не может Не было ни голоса Не ответа Искакали они у жертвенника Клебои апкарта Альтарем Которые сделали Ритуалы Без полезной ритуал Естественная Никак не цеплялась верха Естественная Ритуал не удавалась Скакая Апомезания нет Скакают Апомезания нет Скакают Апомезания нет Скакая Смотрят Они скакали А знаете, почему ничего не было? Потому что вчера они скакали без нас. И поэтому у них все получалось. И бесы скакали. А сегодня мы каждый день изгоняем жизнь. Мы кричим против них. Вчера никто не кричал, Иисус Христос воскрес так громко, как сегодня. В духовном мире что-то поменялось. Вы знаете, 90-е годы это особенные годы. И когда тебе кажется, что там кричат. Потому что они перестают скакать. Они уходят. И они оставят голыми своими слушателями. Аминь. Вчера все выходило. Сегодня уже не выходят. Они скакали. И в полдень Иисус стал смеяться над ними. Так что смехотворство неприлично святым. Вот именно, ты не превращаешься, чтобы с тебя смеялись. Аминь. Аминь. Он не сбывал. 400 песни. Они скатчут. Лайка. Илия стоит. Погромче музыку. Кричите громче. Аллилуйя. Бог посрамит всех врагов. Которые так увеличаются. Которые такими умным видом ходят. И рассуждают Бог опозорит Они будут скакать И он говорит А может быть он занят чем-либо Может на Гималай завернул А может быть спит Ну так будите же его Чтобы проснулся Они в самом деле поверили Вы понимаете Бесы же отдурманивают человека И в самом деле Чтобы разбудить своего Бога Они ритуал углубили И они стали кричать громким голосом И кололи себя Каждый по своему обыкновению Ножами Копьями Так что кровь лилась по ним Халилюя Аминь Наши руки будут чистые Прошел день Полдень Они все еще бисновались Халилюя Они делали то, на что они способны Но не было ни голоса Ни ответа, ни слуха Ни балст, ни дзадбилдс, ни дзузклауси То есть другими словами Естественная Никак не цепляла сверхъестественная Вы чувствуете Ритуал не удавался То есть жертва остается на жертвеннике И естественная платформа Дабистская платформа Она оказалась Неспособной Каснуться Дабистская платформа Господи, с чего начинается служение Ар кое сак скалпош Жертвенники Ар алтар Вера И цива Авраам Шел по земле И он строил жертвеннику И у жертвенника он поклонялся Богу Потому что на жертвеннике Он обязательно принесил жертву Запомните, там, где нет жертвенника Там не будет жертвы А где нет жертвы Там не будет служения А где нет служения Там не будет ни благословений Ничего сверхъестественного Аминь Он был служителем нового завета У него был свой жертвенник Голгавский крест И на этом кресте Была жертва Которую Бог принес Аллелуйя И на третий день Он эту жертву принес Аллелуйя Аминь Бог принес жертву Когда мы верим Сверхъестественного Он умер естественно Его просто убили Его естественно убили Но возгрез он Сверхъестественного Аминь На этом жертвеннике Естественная платформа Она имела взаимодействие Со сверхъестественной Славой Божией Аллелуйя И когда мы говорим О воскресенье Мы говорим О максимуме нашей веры О том, что нечетно нас у служения И оно никогда не будет только естественным И даже если оно вчера еще естественно И даже если оно сегодня еще естественно То придет время И оно станет сверхъестественным И так что Парадабист Придет великая слава Божия И Бог примет эту жертву Из слава воскресшего Она покроет тебя имени И весь народ Он упадет на колени И скажет Господь есть Бог Господь есть Бог Аминь И так Илья взял 12 камней И построил из этих камней Жертвенников во имя Господа И во время жертвы Приношения вечерни жертвы Подошел Илья пророк И сказал Господи Божи Авраама Исака в Израиле Да познают в этот день Что ты один Бог в Израиле Что я раб твои И сделаю все по твоему Услышь меня Господи Отбилди меня Да познают народ Что ты Господи Бог И ты обратишь сердце их И не спал огонь Господи И во жалстве сажения И дрова И камни И прав И поглотил воду Которая во рве Увидев это Весь народ Пал на лицо свое И сказал Господь есть Бог Господь есть Бог Аминь Через служение Через реальное служение Бог выражает себя Господь Господь И чем больше И чем больше Будет выражать Бог себя Через новозаветные служения Тем меньше Девол будет выражать себя Через своих служителей Аминь И так друзья Так бы хотелось Чтобы в этот день В этот вечер Мы могли просто Принять решение Кому мы будем служить Принять решение Принять решение Всем валам Боже мы не хотим Быть служителем Греха Мы хотим быть служителем Новозаветных Мы хотим Члены свои Придать Воруде праведности Дух Святой Я очень прожути Приди прямо сейчас Приди Дух Святой Сверши эту глубину Работу Жизни моих братьев И сестер Дух Святой Приди сейчас В глубину сердца Каждого человека В новом поколении И я катер Каждый человек Сидит зильмоз Я не пауза Мы не хотим Хромать на оба колена Мы не хотим Совмещать Служение греху С служением Праведности Мы хотим Быть отделены Разбей Господь Все твердыни И весь славу Свою Боже Мы принимаем решение сегодня Боже помаги сегодня Объявить Девс палидз Решительную войну Всякому греху Всякому беззаконию Всякому беззаконию Свою жизнь Свою мышлением Свою сердце Свою сердце Дай нам разрушить Свою алтарь Беззаконию Дай нам сегодня Отречи Дай нам Свою греху Дай нам Отречи Дай нам Отречи Свою Мужчина, женщина, Казани служители. Казани лидеры. Казани каждого из нас. Боже, измени наше сердце. Пусть никогда грех не царствует. Смертном цели наше. Боже, мы хотим, чтобы ты царствовала. Чтобы ты царствовала. Чтобы ты царствовала. Но и ты, Володи. Аллеуя. Горбас, это ларгия собрешта лагия. Амин, 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 амин. Мы любили шарикабах, амбрухетия столиала, лабокота. Кола бахандили лабогоди, басурья лабошт. Эргостагела рама хендала, береги шеет сетериз. Халли лью. Боже, мы принимаем решение сегодня. Девус, мы сегодня пейнемом ладу. О, Господь, мы хотим восстановить все. Жертвеники. Мы хотим восстановить весь алтарус. О, Господи. Ты можешь вспомнить. Ты можешь вспомнить. Те жертвеники, которые ты ставил в самом начале. Те алтарус, которые ты цели в самом начале. Когда ты приходил домой. Когда ты нанёшь из мая. И творил молитвенную жертвенку. И призывал имя Господню. Ты посмотри, может быть, этот жертвенник сегодня уже разрушен. Посмотри, может быть, этот жертвенник был Библия, Слово Божи. Который ты раньше так часто открывал. Который ты так часто открывал. И вместо этих Божих жертвенников, может быть, это жертвенники Мамоны. Те может быть, это жертвенники святые. Шьезненцы Нечима с алтарис. Жертвенники Артемиды. Артемиды с алтарис. Сегодня пересмотрю свою жизнь, как Бог. Саки, Кунгс, паскат целый дзив. Я хочу восстановить служение. Я хочу представить тело свою жертву. Живую святую Для разумного служения Давайте мы глубоко склонимся перед Богом И следуем свою пути Чтобы Бог выразил себя через нашу жизнь Если Бог не выражает себя через нас Значит, служение не устроено Значит, не все правильно Значит, религиозные ритуалы Пусть это все разрушится прямо сейчас Скажи, Боже, я не хочу молиться религиозно Я отказываюсь от молитв, которые не высвобождают сверхъестественное помасание Я не хочу петь песни Которые остаются естественным продуктом на этой земле Которые не касаются престола Божьего Боже, пусть будут новые жертвы Которые, которые мы слышим, был твой голос Прямо из киньи Боже, разрушка спот Всем жертвы-обога основы И всякого беззакония, жертвенники клеветы, жертвенники осуждения, жертвенники бунта и недовольства непослушания. Боже, мы верим Слову Твоему, мы не хотим хромать, мы хотим идти, Господь, твердо, и стоять на краю голеном камне. Можем и иди, Господи, твердо, и стоять на краю голеном камне. О, восстанови устроено воззаветное служение, Господи, восстанови, Господи, все жертвенники Божьи. О, пусть этих жертвенников будет достойная жертва в этот вечер, Боже, мы еще раз посвящаем всю свою жизнь Тебе на служение. Мы не хотим служить греху. Новое поколение не желает служить греху, Господь. Мы принимаем глубокое решение, чтобы не грех царствовал, но чтобы Ты, Господь, царствовал в нашей жизни. Измени нас, Дух Святой. О, Дух Святой, только Ты можешь обличить грехи, а только Ты можешь корректировать наше мышление. Дух Святой, только Ты можешь корректировать наше сокровенное движение души и сердца. Очисти, измени, смири, разбей, Господь, всякое беззаконие. О, Дух Святой, о, Дух Святой, о, Великий Дух Святой, о, Великий Дух Святой. Измени наше служение, измени, Дух Святой. Измени наши молитвы, измени наши проповеди. Измени наши отношения. Измени все. Мы не хотим выражать себя. Мы хотим, чтобы Ты выражал себя, Господь, через нас. Чтобы Твои чувствования люди могли увидеть в нашей жизни. Чтобы Твой характер люди могли обнаружить в нашем характере. Боже, мы устаем от самих себя. Боже, мы устаем от своего характера, от своих убийц. И Ты, Господь, о, вырази себя, Господь. Боже, мы хотим быть сосудом в Твоих руках. Сосудом, которым бы Ты пользовался во всякое время. Мы не хотим только бить воздух. Мы хотим творить дела Божьи. О, Дух Святой, мы хотим сотрудничать с Тобой. Дух Святой, мы хотим слышать Твой голос. Исполнять волю Отца Небесного. Останови всякое религиозное служение в новом поколении. Отец, произведи ревизию сейчас. Разруши религиозные жертвенники и алтери. Измени мышление. Приблизь нас к себе, как никогда раньше. Мы так нуждаемся в Тебе. Мы так нуждаемся в Тебе. Мы не должники плоти. Мы Твои должники, Иисус. Дай нам сегодня принять глубокое решение. Наступить на Свой плоти. Наступить на Свой грех. И расстаться с Ним. Боже, мы хотим возлюбить Тебя. И возненавидеть беззаконие. Дух Святой. Но что наше желание, если Ты не сойдешь свыше и не превратишь пустыню в сад? О, мы хотим служить Тебе. Боже, измени. Измени новое поколение, Дух Святой. Измени новое поколение. Боже, измени меня. О, измени, Господь, все внутренне. Измени, Господь. Все. Мы смиряемся перед Тобой. Мы смиряемся только перед Тобой. Пусть действует прямо сейчас сила Воскресения. Пусть воскресает все наши желания и все обеты, которые мы некогда произносили перед Тобой. Пусть воскреснет первое служение, в котором ничего не было религиозного, в котором кроме любви ничего не было. Пусть воскреснет первое поколение. Пусть воскреснет первое. Измени нас, Господь. Измени. Мы так нуждаемся в Тебе, мы так нуждаемся в Тебе, Отец, ой, спи, 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 Дух Святой, Боже, как Ты благ, Как Ты благ, сокруши нашу гордость, сокруши, Господь, все твердыни, разбей соперничество, разбей бунт, сокруши Дух. Боже, пошли, Дух покаяния, пошли, глубокий Дух сокрушения, Дух посвящения. Мы не хотим идти дальше, мы хотим остановиться, мы хотим осмотреться. Проверь, испытай, испытай, Боже, и зри не на опасном ли пути. И мы избираем Тебя, Иисус. Мы избираем Тебя, Иисус. Мы избираем Тебя, Иисус. Владычествуй в нашем сердце, царствуй в нашей жизни. Слава Тебе, Дух Святой, за то, что Ты здесь, за то, что Ты меняешь нас, Дух Святой. Изменяй новое поколение, освобождай. Пусть придет большая любовь к Тебе. Пусть придет большая любовь к Тебе. Халерю. Слава. 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 Приведи Господь нас к реальному служению. К реальному служению. К реальному служению. Халерю. Ходолюйя, о великий Святой Дух, ты созидаешь церковь. О Ходолюйя, мы благодарим тебя. Как ты благ, как ты милосердь. Как ты благ, как ты милосердь. О Дух Святой, как хорошо с тобой. О Дух Святой, как хорошо с тобой. И как ужасно без тебя. О Дух Святой. Благодарим тебя, что ты здесь. О, слава, слава, слава. Слава тебе, Отец. Мы будем служать тебе. Мы посвящаем всю свою жизнь тебе на служение. Боже, пусть в этот вечер это место превратится в гору Кормила. И пусть огонь твой придет на всякую жертву. И там, где есть жертву, пусть придет огонь. Огонь с неба. Огонь с неба. Ты все во всем. Аллилуйя. Слава. Грех не будет господствовать. Ты будешь господствовать. А теперь просто скажи, Иисус, я люблю тебя. И это есть моя вера. Эти слова я говорю в глубокой вере. Я люблю тебя, Иисус. И я всю свою жизнь посвящаю тебе. Ты царствуешь в моей жизни. И вся моя жизнь будет посвящена тебе на служение. Ты будешь распоряжаться мною. Вся моя любовь к тебе. Вся моя жизнь к тебе. Ты свят. Ты праведен. Ты благ. Аллилуйя. Аллилуйя. Посмотри в глаза своему ближнему. Скажи, мы изменимся. Мы станем добрее. Мы станем чище. Будем любить Бога, как никогда. Аллилуйя. Мы будем служить, как никогда. Бог свят. Мы не будем служить греху. Скажи, нескольким человекам. Я не буду служить греху. Ты не будешь служить греху. Грех не будет царствовать. В смертном теле нашим Иисус будет царствовать. Он владыка. Он воскрес из мертвых. Этим сказано так много. Халлилуйя. 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 Аминь. Боже. В воскресенье. Я буду продолжать эту тему. Возьми с собой еще какого-нибудь грешника. Святого. Посади рядом с собой. Халлилуйя. Так вроде в пору как-то бы и уже домой. Но мы еще останемся. У нас в следующий понедельник начинается библейская школа. Это для нас очень важная часть служения. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...